В первую очередь хочу сказать, что наша команда начала хорошо в первый тайм. Были моменты, когда можно было забить не один гол, а даже два в самом начале. После чего нам Локомотив, к сожалению, забил такие мячи, которые нельзя пропускать. Это даже можно назвать, как будто забили в молодежной команде. После того, как мы сравняли, нам опять забили быстрый гол, опять смогли сравнять. Нам забили опять совершенно ненужный, глупый гол. После этого нам пришлось играть в бой отрытый футбол, и нам забили уже четвертый. И нужно продолжать работать, нужно эти моменты продолжать улучшать, так как не можем пропускать столько много мячей в каждом матче, и вот такие, так скажем, глупые мячи, которые нам сегодня забили. Нам, к сожалению, нужно моментов 20 создать, чтобы забить гол, а команда соперника буквально 4-5 ударов, и все, они залетают. Я никогда не буду винить конкретно какого-то игрока. Первый наш игрок обороны – это Саид, а последний – это вратарь москвичок. Ошибка всех – вина, как и команда, и моя. Саид очень хорошо сыграл, да и в целом наша команда с мячом очень хорошую работу проделала. К сожалению, нужно улучшать оборону нашу. Сегодня из-за перебора желтых карточек не смог сыграть Иван Баш, ожидания не хватало его. А что касается травмы, Тимофей Мартынов еще восстанавливается, и Николай Сосоев. Но опять же, что касается этой игры, мы подготавливались, понимали то, что «Локомотив» использует ауту в штрафную. Понимали, что если не говорили, что если мы можем мяч выиграть верхом, то если мяч внизу, внизу, мы мяч должны выигрывать. К сожалению, мы смогли не верхом, не низом мяч выиграть, после чего нам забили два мяча после аута. Если внимание обратите, когда был аут, там буквально было 6-7 наших игроков. Мне нужно более спокойно эту игру пересмотреть, чтобы я, так скажем, мог дать более точность. Смотрите, что касается нашей игры в атаке в этом сезоне, мы играем очень хорошо в атаке, команда прибавила. К сожалению, не хватает баланса в этом плане. Атака и оборона в этот момент нужно улучшать. Если посмотрите наши игры, да, как будто больше мотивации, играя против команд, как вы сказали, которые на бумаге сильнее. Но, допустим, если сравнивать с командами, с Акроном, с Ахматом, если на нашу игру посмотрим, команда выглядела очень хорошо, сыграла очень хорошо весь матч. Даю гарантию полную, то, что с этой ситуацией мы выйдем на тысячу процентов. Как бы сложно не было, но все равно с этой ситуацией мы выйдем, и все-таки задачи, которые у нас есть, они будут выполнены. Будет тяжело нашу команду опустить ниже, так как мы к этому не готовы, еды не будет, мы будем находиться выше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!